Всем привет! Меня зовут Елена и вы со мной на канале Сад Бесконечного Лета. Какие первые работы весенние с хвойниками? В двух словах расскажу, что перед зимовкой, поздней осенью, мы обработали против заболеваний, против вредителей и вот так вот связали, для того, чтобы снегом не обломило молоденькие веточки. В кадр попадает моя тень, но по-другому я не могу. С наступлением ранней весны, вот как сейчас, сегодня у нас 16 марта 2024 года, мы приехали на дачу и какие мы проводим первые работы с хвойниками. Здесь у нас туи-смаракт растут, здесь две туи-смаракт-голд и вот там вдоль дорожки туи-смаракт. Ну здесь уже муж развязал, проходи туда. Первое, что мы будем делать именно сегодня с хвойниками, это будем проводить обработку препаратом вот таким. Пуршат О. Это не реклама, препараты, которые я демонстрирую или рассказываю в своих роликах, приобретены мной за мои собственные деньги, ни с какой компанией договорных отношений у меня нет. Это просто мой опыт. Этим препаратом мы обрабатываем хвойники третий год. Пуршат О. Это средство защиты хвойных и декоративных растений от солнечных ожогов. Солнечным ожогом подвергаются у нас ранней весной это хвойники и самшиты, по моим наблюдениям. Для остальных проводить такую обработку, ну, не обязательно. Норма расхода этого препарата 500 мл на 10 литров воды. Ну, как правило, у нас небольшие растения пока. Нам хватает и 10 литров. Но фасовка, литровая бутылка, то есть эту литровую бутылку можно развести до 20 литров рабочего раствора. Это пуршато в виде суспензии, такой вот с жидкой сметаны, поэтому перед применением тщательно нужно взболтать. Два слова, почему у нас обгорают хвоинки у хвойных деревьев. Потому что яркое солнце, корневая система не работает. Можно в идеале пролить приствольный скук теплой водой и, конечно же, обработать вот этим препаратом. Снег отражает солнце, соответственно, на фоне снега хвоя горит. Поэтому растения нужно как-то оберегать и помогать им избежать солнечных ожогов. Ну, все, начинаем работу. То, что проводить опрыскивание нет необходимости показывать и тратить ваше время. Какие будут вопросы, пишите в комментариях. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, ну и, конечно же, ставьте лайки. Впереди очень много всего интересного. Все только начинается. Всем пока-пока.